всем привет с вами канал обычный пользователь и сегодня я хочу начать цикл видео по операционной системе manjaro linux с рабочим столом когда я плазма версия 21.1.0 релиз кандидат эту версию можно скачать с гитхаба образ то есть чтобы сразу поставить 21.1 либо обновиться с версии 2107 просто установив ее с официального сайта и установив все обновления через менеджер приложений давайте посмотрим что из себя представляет manjaro в вариации с кд у нас тут недавно в версии 21.1 поменяли тему теперь у нас используется тема 21 года давайте посмотрим как она называется вот она эта темка bridge 2 2021 раньше использовать вот это теперь вот это используется отличие почти никаких все те же зеленые тона которые не особо по душе мне честно говоря но пока не будем не трогать никакие настройки по параметрам когда и будет отдельное видео давайте посмотрим информацию о системе плазма последние 522.4 ядро тоже последние 513 мое железо тоже вы видите перед собой раз уж я зашел в настройки к дыне обращу внимание на этот раздел это у нас пункты от самих разработчиков manjaro у них есть отдельная утилита manjaro settings manager они ее решили продублировать еще в настройках к дыне открываем видим те же самые пункты но если в вариациях допустим с баджи или с гном эти все пункты актуальны то в кадре большая часть из них не нужно на самом деле потому что допустим раздел с пользователями в кадре есть не могу настроить так без разработчиков manjaro просто выбрав раздел пользователи вот он также допустим есть раздел локализация вот он стандартный то есть видите здесь я могу языки добавить также дату и время выставить допустим всякие форматы настроить но этот пункт у нас также есть и от разработчиков когда manjaro то есть вот дубль стандартных настроек это уже то заработчиков manjaro то этот пункт далее этот очень даже полезный пунктик здесь мы можем установить драйвера на оборудование автоматически его определить и выбрать свободные либо проприетарные драйвера далее вот этот пункт он по сути не нужен как по мне потому что он есть в разделе локализация в разделе клавиатура далее этот пункт также мы видели в разделе локализации то есть если мы открываем локализацию и видим тот же самый пункт единственно здесь просто нужно выставить русский язык и все далее полезный пункт с ядрами здесь мы можем выбирать ядро допустим у вас стоит последний ядро потом вот это ядро становится уже не тестовым стабильным его можно будет обновить вручную не загружая там через консоль еще что-то просто нажали кнопку ввели пароль подождали перезагрузили систему и ядро выбрано все посмотрели все стабильно работает это старое ядро удалили очень удобно ну и последний пунктик очень полезный здесь можно установить пакеты локализации для программу для firefox и например есть пакеты локализации также допустим для game потом можно будет загрузить еще для каких-то программ для которых система видит дополнительные пакеты локализации очень удобно и отсюда делать опять же не нужно лезть там в консоль менеджер пакетов все это скачивать вручную просто все делается одним нажатием кнопки то есть по сути из того что добавили разработчики манджара данный пункт полезен пункт с ядрами и также конфигурация оборудования все остальное в принципе это уже дубляжи системных разделов ну посмотрим может быть обновлениями как-то разработчики уберут это все делом вроде бы я слышал слухи что будут они дорабатывать свои манджара settings manager может быть примут решение что для когда ей нужно просто его интегрировать как полагается в настройке и убрать дубляжи убрать самую иконку допустим изменю чтобы все это выглядело более целостном более интересно остальным настройкам здесь все абсолютно стандартно не буду пока распространяться по этому поводу давайте перейдем к приложениям которые есть в данном дистрибутиве открываем меню видим избранные в разделе графика у нас три программы для просмотра документов для просмотра изображений и также для сканирования документов в играх steam просто запускаем вводим данные все работает фаерфокс когда я connect это по типу приложение мой телефон windows то есть управление эсэмэсками получение смс с телефона получение уведомлений с телефона правка получения файлов туда-обратно очень классная штука появилась задолго до такой же штуки в винде кейгет это менеджер заказчик чтобы допустим файлы большие скачиваете не через торрент а просто так у вас произошел сбой и перезапустили закачку и у вас без потери данных все это должно продолжить закачиваться киби торрент офигеннейший торрент клиент который очень похож на you торрент но при этом не имеет рекламы бесплатный и отлично подходит для того что он сделан собственно раскачивает ворозав я им и навинде пользовался дальше опять же стим сюда продублировался mozilla thunderert почтовый клиент настройки с h1 7 опять же еще один ярлычок от кд connect здесь у нас изменения по сравнению с 2107 появился плеер и лиза вместо contato также запись дисков имеется bs я поставил все остальное это тоже из коробки какие-то киташные приложеньки и вялся у нас здесь используется в качестве media плеера по умолчанию в отличие допустим от гном и баджи там гномовский плеер об лаунчер об имидж лаунчер settings это что-то связанное с приложениями на базе об имидж то есть по типу flat pack snap только другой формат пока не пробовал не знаю что это себе представляет манджара на тифер приложение которое позволяет настроить уведомление о ядрах такой вот системный уведомляющих скажем так ну и параметры системы и помог установка удаления программ о самой программе менеджер пакетов то есть магазине приложений хочется тоже сказать парочку слов это огромный плюс для манджара то что есть такая у него программу лина потому что здесь мы можем настроить дополнительные источники приложений то есть по умолчанию используется собственной репозиторий программ здесь также мы можем включить а у пользовательский репозиторий арт что и сюда выкладывают программы сами пользователи у этой штуки есть как плюсы так и минусы то что программ здесь больше не чаще обновляются это плюс но прокет и менее тестированные менее стабильные соответственно могут быть проблемы но тут уже вам решать что использовать я из аура ставлю в основном яндекс браузер google chrome и teamviewer пока была одна заминка с яндекс браузером но она потом решилась буквально очень быстро без каких-либо серьезных телодвижений со стороны именно со стороны автора все решилась флэтпак это пакеты которые содержат в себе зависимости уже изначально то есть такой как бы отдельный пакет который просто ставится и не зависит от того что у вас есть системе опять же хороший вариант скачивания приложений потому что вы можете скачать более новые версии плюс в флэтпаке есть патченные версии допустим оба иском которая работает с вейланд сессии в отличие от той что можно скачать из стандартного репозитория также можно включить snap пакеты но я их не использую потому что они не поддерживают обновления то есть вы скачали версию и вам не приходит уведомление что вышла новая версия по крайней мере такой настройки здесь нету если я включу флэтпак то будет такая настройка поэтому я обычно использую аур и флэтпак то есть помог это офигеннейший просто инструмент далее продолжим офисе опять же у нас здесь изменения нету никакого офисного пакета кроме окуляра то есть это приложение просто для просмотра документов в бадже и в гноме используется он ли офис тут ничего нету здесь какие-то вещи для разработки здесь у нас в топ это такой консольный системный монитор файловый менеджер dolphin консоль лог по которому можно ошибки выявлять манджара hello который запускается при старте системы time shift для бэкапа менеджер разделов информация системе такой своеобразный диспетчер устройств опять же какая-то штука по типу ssh не знаю для чего нужно два системных монитора один новый такой модульный подходит и для мобильных устройств с когда я 2 это старый почему-то пока что не удалили его из системы хотя как бы он уже не нужен то есть выглядит вот так вот по типу как в бунту например гтк то есть такой вот вариант используется видите сколько памяти всего лишь 1 и 2 гига я думаю если взять чистую винду даже без программа она будет сжать где-то гига два с половиной минимум здесь всего 1 и 2 гигабайта далее что еще интересного у нас тут осталось опять же продублирован значок установки удаления программ здесь у нас продублирован об имидж лаунчер также есть архиватор какие-то вещи связанные с настройками принтеров и пим скорее всего текстовый редактор имеется калькулятор еще какие-то программы тоже видимо может до корпоративного использования не знаю software talking что они себе представляют ну и собственно все больше ничего интересного нету как выглядит дистрибутив из коробки вы увидите вот так вот выглядит файловый менеджер dolphin скажу такую вещь что для себя я принял решение скорее всего остаться на данном дистрибутиве потому что а манжаро со своими плюшками плюс кастомизация плавность и красивость kdm просто меня покорили и скорее всего я осталась на данном дистрибутиве поэтому видео по его настройке по установке приложений будет большое количество также если будут какие-то положительные изменения в плазме вообще в манжаро с кадре я также буду о них рассказывать например вот здесь имеется видите такая проблемка что название не помещаются это не только в русской локализации я так понял но и в других локализациях бывает поэтому опять же где-то видел проскакивала новость что должно все это быть исправлено ближайшее время также должны заменить памок менеджер приложений на qt версию сейчас это gtk версия видите он отличается от того что в других приложениях него должны вроде как заменить на какие-то версию которая будет отлично вписываться в интерфейс на этом все смотрите другие видео по манджаро по манджаро баджи есть обзор по манджаро gnome тоже есть обзор функции также очень может быть я найду видео по своему опыту использования манджаро gnome смотрите видео по android приставкам по прошивкам для них также другие видео на канале подписывайтесь комментируйте ставьте лайки до новых встреч пока пока